Городская ТЭЦ не может обеспечить сейчас нормальную температуру в наших домах. Авария, которая произошла на газопроводе Ухта-Торжок, заставила газовиков резко сократить подачу голубого топлива в Петрозаводск. Несколько дней мы получали всего 20% от необходимого количества газа. До этого столица Карелии долгое время получала 70% от лимитов. Причиной стала задолженность города перед Карелэнерго, а энергетики, соответственно, не могут рассчитаться за газ. Для того, чтобы получать его сполна, город обязан до 25 марта проплатить 15 миллионов. Сегодня на заседании городского штаба по чрезвычайным ситуациям искали деньги. Ведь хотя авария на газопроводе ликвидирована, санкции в отношении города никто отменять не собирается. Сейчас вот мы получили телефонограмму, что это сокращение газа на 80% снижено, однако устанавливается сокращение подачи газа на 30% от суточного лимита. То есть это где-то 30% сокращение было введено уже до этой аварии. А пока на Петрозаводской ТЭЦ, чтобы вообще не опустить температуру в городе, котлы подтапливают мазутом. Городское руководство уверяет, что мазута в городе достаточно. Мазут есть и вот на эти все пиковые ситуации, то есть на морозные дни и на понижение температуры, если необходимо будет подтапливаться мазутом. Однако на заседании штаба энергетики говорили мэру, что мазута в городе осталось всего 3,5 тысячи тонн. Это на 4 дня работы в таком режиме. Мы вплотную подобрались к аварийным запасам. В связи с этим Андрей Юрьевич оживленно интересовался, как долго еще продержатся морозы. А получив ответ, что неделю, не обрадовался. Сегодня в большинстве городских квартир температура держится ниже положенных 18 градусов тепла. Замерзают люди и в учреждениях, дети в школах. Но главный коммунальщик города Дмитрий Астраханцев смотрит в будущее с оптимизмом. Хуже, говорит он, не будет. Температура в домах снижаться не будет. И я думаю, что мы здесь предпримем все меры для того, чтобы выйти из этой создавшейся ситуации. И то, что запланировал город для оплаты Карелой Энерго в февралью, мы в марте свои обязательства выполним.